Меня зовут Кирилл, это Роман и Никита. Мы разработчики команды ReperGeneration, компании Boston Gym. Boston Gym – это компания, которая занимается разработкой платформы для помощи онкологам. Мы агрегируем все знания, существующие сейчас в области онкологии, выбираем лучшее решение, которое только можно предоставить именно данному пациенту. Мы создали целый флоу, по работе мы берем у пациента биопсию, секвенируем ее, обрабатываем, получаем больше 30 гигабайтов данных информации по одному пациенту, обрабатываем в наших пластерах нашими алгоритмами, не только нашими, а лучшими в мире. В целом наши биоинформатики и аналитики занимаются отсмотром уже обработанных данных и выбирают лучшее решение, которое подходит этому пациенту. Также мы используем нашу базу знаний, и весь этот скоуп агрегированной информации попадает в наш сервис по ReperGeneration, где мы создаем готовый продукт, который отправляем врачам. До врачей доходит готовый PDF с выверенными страницами, и наш сервис позволяет работать, как и аналитикам, а в основном предназначить для работы аналитиков, где они могут посмотреть веб-версию отчета, какие-то данные, если что, их исправить руками, подхачить, поправить и изгенерировать репорт. Наша главная задача — это создание PDF-версии отчета. Существующие базовые возможности Google Chrome, нашего главного браузера, не позволяют создать нам консистентный отчет, тем самым мы были вынуждены прибегнуть к помощи своего собственного принт-сервиса. Какие вообще существуют возможности принтовать сервис? Мы изучили рынок и увидели, что в нашем 20-м году, когда мы хотели спустить данный тайл, на рынке было представлено не так много сервисов open-source, которые позволяли бы качественно и стабильно принтовать версии. Мы обратили внимание на Паппетер. Паппетер — это библиотека, созданная компанией Google, которая позволяет запускать headless браузер без GUI. Также она позволяет, она имеет доступ к высокоуровням API, к DevTools, и делать все, что получается делать браузер. Самая важная особенность Паппетера в том, что он под коробкой имеет тот самый браузер Chromium, которым основаны большинство браузеров сейчас, и наш главный таргет — Google браузер. Также Паппетер запускается в среде ноды, что позволяет фронтент-разработчикам легко имплементировать его в свой процесс разработки. А самая важная задача — ставить корректный HTML-код, который отображался на вебе в Паппетер. Об этом вам расскажет Роман. Роман? Давай, так, мы переключим. Да, у нас есть отдельный микросервис. Он входит в структуру наших сервисов, которые мы с ребятами как раз-таки поддерживаем. Он выглядит вот примерно вот в такой структуре. То есть я сейчас кратко расскажу, что здесь и как. Так, у нас это… Красненькая влазерка. Да, классно, прекрасно. То есть все стартует примерно, да, с человека, ну, с ноутбука. Мы в данном случае рассматриваем скорее как сервис, как пользователя. У нас есть пост-запрос. В нем содержится какой-то HTML-код, который мы отправляем на наш print-сервис. Print-сервис у нас производит обработку этого HTML-кода. Здесь указано два потока. То есть мы сделали его таким образом, что мы можем обрабатывать несколько потоков. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы в будущем могли использовать разные лейауты. Это с точки зрения маркетинга очень важно. У нас на данный момент используются два лейаута в нашем, ну, грубо говоря, в одном PDF-файле, который получается на выходе. То есть у нас на самом print-сервисе находится HTML-темплейт, в который встраивается все, что мы взяли из нашей веб-страницы. И, ну, то есть мы его обрабатываем. Далее мы переходим к пейдж-генерации. То есть обработка заключается в том, что мы просто… Мы, кстати, на этом моменте столкнулись с проблемой того, что в том же Chromium используется достаточно старая библиотека по поддержке HTML. То есть, условно, в HTML, когда существовали еще хедеры и футеры статические, они нужны были для чтения книг. Они не совсем подходят под наши цели. Мы столкнулись в том числе с тем, что шрифты там были совершенно ужасные. Они туда не подтягивали кастомные шрифты. Мы с этим очень долго мучились. Поэтому одним из решений мы переписали себе кастомные темплейты. Это получилось достаточно классным и хорошим решением. То есть у нас есть теперь полный контроль над всем, что происходит. Вот как раз следующий этап. Это когда происходит генерация страницы. У нас там используется Chromium под коробкой. Chromium, в принципе, с Папстером обновляется достаточно часто. Они используют какую-то стабильную версию, поэтому никаких проблем мы с этим не ловили. Ну, то есть это на самом деле один сервис. Он здесь как бы отмечен разным. Но, то есть, по сути, это все потом сходится в одну стрелочку. Но я просто показал отдельно, чтобы было видно, что мы генерируем это отдельно. Но в итоге мы соединяем как отдельный буфер с помощью PDF-либа. Мы стали использовать отдельную библиотеку PDF-либ. Ну, она достаточно самая мощная, которая может позволять нам делать все, что угодно с текстом, с любым контентом в PDF. До этого мы пользовались такими решениями, как Humus, но они достаточно старые. И мы столкнулись, например, с проблемами того, что Humus очищает все теги. И у нас пропадали ссылки из файлов, которые важны для наших клиентов. Просто потому, что очень часто нужно самой PDF-ки перейти на информацию о биомаркере, либо на какую-то статью, а Humus их очищает, и люди не могли перейти. То есть PDF-либ мы начали использовать еще на этапе, когда нам необходимо было что-то дорисовать в файлике. Это было очень давно. Но мы посмотрели на его возможности. Он очень с этого момента вырос. И оказалось, что он умеет соединять спокойно страницы. Причем это делает он очень грамотно, не чистит никаких лишних тегов. И мы перешли на него, таким образом еще и почистив от библиотеки Humus свой код, который весил достаточно много. В конце мы все это отправляем в некую очередь, но эта очередь постоянно пингуется. То есть с того же устройства, с которого была произведена генерация, отправляются запросы. Практически все время спрашиваются, готовы ли, готовы ли сейчас. Вот момент, когда в очереди появляется статус, что готово, пользователю назад отправляется уже готовая PDF-версия. Вот, это вкратце о нашем сервисе. Теперь, да, Никита расскажет вам дальше. Основные возможности использования нашего сервиса. Это, по сути, три темы, которые, такие три подпункта, которые я подготовил. Это выбор источника HTML-контента, так как у нас несколько типов отчета, несколько страниц у нас есть, поэтому нам необходимо для принт-сервиса выбирать, собственно говоря, какую страницу со своим лейаутом и со своими особенностями. Второе, это преобразование у нас текста, размеров, ориентации, масштабирования. Это все очень важно для нас, потому что все-таки это принт-версия, это бумажный вариант, и он сильно отличается от варианта в вебе. И очень много есть особенностей, которые я дальше продемонстрирую, которые есть у нас в нашем отчете. И проблемы, которые возникали по ходу разработки этого продукта, по ходу наших шишек, которые мы набивали при разработке. Рома уже одну затронул, это проблемы с хедером и футером. Я освещу немного другие, которые у нас были. Собственно говоря, первая тема, это у нас выбор источника HTML-контента. Что это значит? У нас есть несколько типов отчета, которые мы предоставляем для пользователей. В данном случае, по-моему, я представил три таких, которые сразу на слуху у нас, по крайней мере. И еще у нас есть, если не ошибаюсь, 4-5 типов. Для каждого из этих типов отчета, типов репорта нам нужна PDF-версия. У каждой этой PDF-версии есть свои особенности, которые где-то похожи. Где-то похожий лей-аут, где-то он немного отличается. Это все нам нужно учитывать. И для будущих тоже вариантов страниц, но это нужно все учитывать. Собственно говоря, дальше я приложил один из вариантов отчета. Наш основной это Tumor Portrait. И это представлена только, скажем так, наверное, половина отчета, который нам нужно выгружать, который нам нужно обрабатывать. В данном случае представлена уже PDF-версия. Также у нас есть веб-версия, но она пока только для внутреннего пользования идет. И вот это небольшая часть отчета, которую нам нужно показывать, выгружать все правильно, с правильными размерами, масштабированием, шрифтами, всем вот этим. Мы поддерживаем для каждой страницы какие-то свои варианты и вариации. Далее у нас идет как раз вот параметры специфические, которые у нас есть. Первая особенность – это у нас печать под не А4, как мы привыкли в странах СНГ, в принципе, это везде распространено. А4 такой формат. У нас используется US Letter. Он немного отличается от А4 размером своим. Он немного другой. Отличается тут по ширине, немного отличается, и по высоте он тоже отличается, немного, так сказать, короче. И масштабирование, и правильные размеры у этого типа отчета, собственно, у этой US Letter тоже другой. Первая особенность масштабирования нужна для того, чтобы в PDF-версии мы, врач, которому мы это предоставляем, нормально мог видеть то, что мы, грубо говоря, нашли и предоставили ему. Это было из основных наших проблем. То, что это было тяжело достаточно синхронизироваться. Это была достаточно большая работа у команды дизайна по согласованию и вариации. И с нашей стороны была достаточно большая работа по оптимизации этого всего процесса. И третья особенность — это шрифты. Поскольку у нас print-версия, PDF-формат, у шрифтов есть тоже свои особенности, у каждого шрифта. И под наш продукт тоже у нас используется определенный шрифт под все наши продукты, под весь наш, получается, проект. И выстреливали периодически тоже с ними проблемы, потому что некоторые символы у нас отображаются по-особенному в PDF-ке, потому что все-таки ридеров в PDF тоже много бывает. Не только доп-ридер у нас существует, а также дополнительные все вещи. И вот под это мы тоже достаточно много работы было проведено по оптимизации, улучшению и правильной читаемости этих шрифтов в PDF-ке и в дальнейшей печати. Далее представлен вариант масштабирования. То, что у нас было до этого, это вот сверху блочок Kibia Markers есть. Это старый вариант у нас масштабирования. Изначально там была у нас задумка, то, что слева, справа, чтобы место остались, чтобы врач мог держать спокойно, чтобы ему было удобно читать и так далее. Но пришли к выводу, что контент уменьшается, получается, незадействованного поля у нас становится много. Куда вы могли заполнить спокойно контентом, немножечко будет все лучше читаемо, увеличится шрифт, контент и все это. В итоге снизу от Molecular Function Portrait у нас представлен уже новый вариант с новыми размерами. И, собственно, видно, что у нас уменьшились поля, которые свободны слева-справа. И немножечко у нас более стал читаемый текст, и он, так сказать, полезное поле стало у нас гораздо больше. Далее это проблемы, которые у нас возникали, и до сих пор они существуют. Это три основных. Это кросс-браузерность, динамический контент и боль поддержки. Что касается кросс-браузерности. Поскольку уже Кирилл сказал, это у нас Puppeter библиотека от Google, они поддерживают Google Chrome, это их основной браузер, на котором это все у нас рендерится под коробкой, и на котором у нас в дальнейшем происходит печать. Точнее, не печать, а формирование PDF-версии. Собственно говоря, под коробкой у Chrome используется Chromium-движок, а Chromium поддерживает у нас это Firefox, это Edge, это, собственно говоря, Chrome, и еще некоторые браузеры, типа там Яндекс браузер, по-моему, тоже под коробкой имеют Chromium. В этом есть свои проблемы, то, что если мы захотим дальше, точнее, мы захотим дальше использовать какие-нибудь более специфические браузеры, то есть у нас же очень много браузеров, есть у нас Safari, есть какой-нибудь Vivaldi, есть Dolphin, вот эти вот все не самые популярные браузеры, но они существуют, в этом есть проблема, и об этом я поговорю немножечко дальше, в следующей теме нашей по улучшению. Но пока мы используем этот, получается, под Chrome, рендерем, и проблем у нас в целом не возникает. Вторая, это динамический контент. У нас есть вещи в репорте, которые рендерятся динамически, очень сложные вещи, типа наш самый известный, это Tumor Portrait есть, у нас есть Timeline, где у нас показан график, точнее, линия жизни пациента, какие терапии он принимал, что с ним делали за время лечения, и вот это все. Это все динамическое и достаточно тяжело рендериться в наш Puppeter, туда передается, то есть, получается, рендерится на Chromium именно не в браузере, а именно когда идет эмуляция браузера и дальнейшая передача данных под PDF-печать. Это достаточно тяжело. Это мы побороли своими внутренними, конечно, скажем так, фичами, которые мы придумали от, не знаю, от, получается, установления небольшой задержки для рендера, чтобы он успел все сделать до перерендера каждый раз, когда мы начинаем печать заново, чтобы он успел под нужный формат страницы подстроиться. И следующая наша проблема, которая также у нас остается, это боль поддержки достаточно. Тяжело все-таки поддерживать одновременно веб-версию и одновременно PDF-версию, так как у нас это две абсолютно разные сущности, потому что PDF-ки свой лейаут, это разработка Adobe, у них все свое, есть версионирование этих PDF-файлов, очень много тонких моментов, но в целом мы это тоже побороли для себя и для нас на текущий момент поддержка и выявление проблем в PDF-ке не составляет сильно больших трудностей, так как мы уже достаточно все повысили экспертизу в плане работы в PDF и с разным версионированием этих PDF-файлов. Сейчас я расскажу конкретно про преимущества, в чем же все-таки для нас выгодно использовать отдельного принт-сервиса, также отвечу на вопрос, почему же все-таки не Control-P. Во-первых, да, интерактивная веб-версия и принт должен быть минималистично подробным. Когда мы будем использовать, ну, если мы используем просто Control-P, максимальная стилизация, которую мы можем добиться, это просто медиазапросы в CSS. То есть, да, это могут быть какие-то разные стили у компонентов, но при этом мы не можем влиять на контент, контент останется тем же самым. У нас веб-версии, она чаще всего интерактивная для врача, то есть там можно что-то посмотреть, что-то переключить, а вот принт-версия у нас собирается, и она должна быть, как уже здесь сказано, минималистично подробно. Что это такое? То есть там должно быть максимально информативная, ну, часть контента, но при этом она должна быть доступной для врача. То есть она все-таки отличается от веб-версии, и это один из первых пунктов, по которым мы используем отдельно принт-версию и отдельно ее собираем. В коде у нас существуют отдельные хендлеры, которые при печати принт-версии просто перестраивают его так, чтобы мы брали другой контент для принт-версии, который уже был разработан и бизнесом, и отделом маркетинга, и, соответственно, уже одобрен. Возможность кастомизации стиля и контроля финального вида принт-продукта. Это тоже самое и кросс-браузерность. Да, сейчас мы работаем только с Фромом. Теоретически Mozilla тоже вроде работает достаточно адекватно, можно распечатать еще в других браузерах, но если бы мы использовали медиазапросы, приходилось бы писать очень много лишнего кода под разные браузеры для того, чтобы мы это хоть как-то могли поддерживать. С тем, что у нас есть принт-версия отдельная, и она всегда печатается в Хроме, проблема, ну, по сути, уходит, так как это всего лишь один браузер, он построен на своем движке, и нам это проще поддерживать. Легко использовать бренд-бук для идентики. У нас внутри компании существует бренд-бук, которым мы создаем отчеты. Это определенная стилистика хеддеров, футеров, особые стили, заданные для заголовков. Благодаря этому принт-сервису можем использовать в рамках одного, ну, нескольких продуктов одну и ту же стилистику. Это просто упрощает разработку. С CSS нам пришлось бы как-то это все импортировать, переносить, и возникали бы дополнительные трудности, а плюс никто не застрахован от того, что где-нибудь что-то не так распечатается, кто-нибудь при печати подправит размер файла или выведет на тот принтер, и будет очень нехорошо, что он потеряется, и будет очень плохо. Обход разного поведения у разных браузеров. Да, вот это то, что разные браузеры по-разному хендлят разные значения, то есть условно у пользователя может стоять какие-то особые настройки для vision disabilities, допустим, или, я не знаю, там настройки, когда у пользователя какие-то проблемы слуха, и все это влияет на отображение, то есть там условно может быть изначально стоять другой размер контента, но в итоге это повлияет и на принт-версию, и принт-версия не будет соответствовать тому гайдлайну, который мы используем. Ну и поддержка дополнительных данных в принт-версии. Условно то, что у нас в принт-версии есть, допустим, такая секция, как Appendix, это краткая сводка дополнительных данных, которые там какие-то приводятся еще в описание, дополнительные ссылки, ссылки там на контакт компании. Она не нужна совершенно в браузере, но при этом она появляется в принт-версии. Да, сейчас мы ее тоже выгружаем, но изначально было и так, и это добивалось как раз-таки с помощью отдельного принт-сервиса, то есть никак мы не добились бы это с помощью медиа-запросов в CSS. Да. Да, ну и дальнейшее улучшение сервиса. Первое улучшение это как раз, точнее у нас есть два ответственных группы, это ближайшие перспективы и дальние перспективы. Первое это у нас клиентский рендеринг, что я подразумываю, у нас сейчас выделен, как мы сказали, отдельный сервис под это дело, и вот Рома показывал архитектуру, что мы можем спокойно размножать этот сервис в принципе по необходимости, если у нас большой поток данных, идет большой поток запросов на PDF файл, мы можем спокойно размножить этот сервис и распределить нагрузку, поставить балансер, он там будет у нас правильно все кидать запросы. Но это тоже не очень хороший подход. В ближайшие перспективы мы хотим перейти на клиентский рендеринг, то есть сервис перенести на клиента, что это имеется в виду, то есть юзер, который заходит на эту страницу, на этот наш продукт, не знаю, на какой-то из типов репорта, у него прямо на его браузере будет происходить обработка этого репорта и преобразование его в PDF формат с возможностью, во-первых, при просмотра этой PDF и дальнейшей выгрузки ее, чтобы у нас был такой вариант, как заранее посмотреть, что получается. И, собственно говоря, следующее это разделение страниц и возможность просматривать веб-версии. Это то, что я уже озвучил, то, что нам нужно динамически на клиенте написать такой функционал, что будут правильно разделяться страницы, как они будут находиться в PDF и заранее просматривать это все в веб-версии. Собственно говоря, это все будет сделано тоже на библиотечке, то есть это не наша, собственно, будет именно прям все, вся разработка на библиотечке в первой итерации. В следующей, в дальнейшей перспективе, мы хотим уйти от всего этого и написать полностью свой движок, который будет поддерживать как разные браузеры для абсолютно всевозможных пользователей, которые могут у нас быть, только, надеюсь, не под интернет-эксплойер, потому что это будет очень тяжело, но под современные браузеры, что будет вообще супер, но это достаточно большая будет работа для нас, так как это написание полноценного, по сути, продукта внутри еще одного продукта. Но это будет очень гибко и достаточно я надеюсь, легко поддерживаемая с нашей стороны. И благодарим вас за внимание. Если есть какие-то у вас вопросы, мы готовы ответить. Ну, финальный слайд. И тогда, если вопросов не так много получилось у нас, то финальный слайд с нашими вакансиями, которые есть и с нашим Линкеном. Спасибо. Спасибо.